Есть такое духовное чадо иеросимонаха Рафаэла Берестова, иеромонаха Дмитрия Прохина. В прошлом году он был очень активен в соцсетях, призывая людей, в том числе и через личные сообщения, уходить из храмов, где поминают патриархов, уходить из храмов канонической церкви, в общем, уходить в их раскол, который они называют непоминанием. И вот еще в конце августа прошлого года он там начал распространять сообщения, что вот я будто бы боюсь разговора с ним, убежал от разговора с ним. Как только мне переслали сообщение его, где он делает такие заявления, я немедленно же попросил передать ему приглашение, что я его жду у себя в гостях, я готов с ним не только созвониться, но и встретиться лицом к лицу. Мое приглашение отца Дмитрия не вдохновило, он стал говорить, что у него там денег нет на проезд, хотя в то же самое время он писал там другому раскольнику, что готов для встречи с ним приехать в любое место России. В общем, короче говоря, приезжать он отказался, сославшись на нехватку денег. Он там в Краснодарском крае в то время орудовал, не знаю, где сейчас он находится. Потом он, правда, осенью еще приезжал в Москву и тоже вот до меня не добрался, видимо, и на проезд по Москве у него денег не нашлось. Ну, не захотел человек приехать и не захотел, собственно говоря, его право. А потом он опять же осенью выложил видеоролик, где утверждал опять-таки, что я там убегаю, отказываюсь, боюсь ему там в разговор там с ним вступать и так далее. После этого я уже записал ролик, непосредственно посвященный его лжеучениям, в котором задавал ему конкретные вопросы и разоблачал его, скажем, мягко неправду относительно того, что я там убегаю, боюсь с ним общаться. Дальше заявляется, что я будто бы сбежал от диалога с иеромонахом Дмитрием. Причем, что забавно, он приводит часть переписки и, в принципе, его зрители могут остановить и присмотреться и увидеть, что я приглашаю его на встречу. А что было после этого моего приглашения на встречу? Это отец Дмитрия не приводит. Я могу сказать, что было. Он отказался приезжать на встречу со мной. Так это я сбежал от диалога. Что, они приехали? Чаем бы угостил. Поговорили бы, все обсудили бы, записали бы наш разговор, выжили бы потом в интернет. Все бы получили большую пользу. Кто от кого убежал? Зачем так по мелкому врать-то? После этого иеромонах Дмитрий, не ответив ни на один из поставленных мной перед ним вопросов, снова стал заверять своих читателей, что вот я от него убежал, я боюсь с ним общаться и все такое прочее. Это было в конце октября. Вот я здесь могу показать переписку. Это еще которая от августа месяца. В общем, там иеромонах Дмитрий, то, что Мария ему сказала, что она с ним не хочет общаться по телефону, выставил, вырезав все остальное и обрезав мое приглашение ему, он это представил как то, что это я якобы боюсь с ним общаться. И когда сама Мария написала ему об этом, вот как видите, я ему уже написала, что неправда, что якобы я сказала, что вы боитесь с ним общаться. Это я говорила про себя. Но иеромонах Дмитрий, как вы можете догадаться, даже после того, как ему сама Мария, через которую мы переписывались, объяснила это. Никаких ни извинений, ни даже исправлений вносить не стал. В конце декабря он у себя на странице сделал объявление, что в эти выходные буду в Москве, могу встретиться с любым пожелающим того, ну и конечно с Иреем Георгием Максимовым, на любой нейтральной территории. Да, это он для своих подписчиков писал. Мне лично он ничего не присылал. Это мне переслали там те люди, которые читают его страницу. Я высказал пожелание, что да, в выходные хорошо, без проблем. Через Игорь я ему передал. Дорогой отец Дмитрий, мое приглашение о встрече по-прежнему усилен. Вы знаете, где меня найти по тому же адресу, который я писал вам, когда приглашал на встречу в первый раз. Игорь написал, что отец Дмитрий настаивает на нейтральной территории. Видимо, территория храма это враждебная для него. Я согласился встретиться и на нейтральной территории. Вот, указал конкретные варианты. Время указал в воскресенье. Условия, обстоятельства нашей встречи. Затем Игорь сообщил мне, что отец Дмитрий все-таки не может в выходные встретиться со мной. Просит перенести встречу на понедельник. В понедельник у меня тут был загружен. Я написал, если у отца Дмитрия все-таки освободится в воскресенье, то мое приглашение в силе. Если нет, то тогда буду рад с ним встретиться во время его следующего приезда. Это все было в конце декабря. И вот теперь мне скидывают ссылочку, где буквально на днях отец Дмитрий заявляет. Позвоните и увидите, в чем ложь Максимова и ваше личное. А то Максимов боится честной беседы в переписке или по скайпу. Просто боится. Может, вы посмелее? Что же за трусы вы такие? Позвони, не бойся, я все поясню. Вот и вся правда ваша. Вы трусы, граждане экуменисты. Увидев все это, я написал о суд Дмитрию, напомнив, что уже полгода, как даже на самом деле больше полугода, как он получил мое приглашение, встреча, но все еще в силе. Он прекрасно знает об этом. Но продолжает вот за моей спиной вот эти вот все писки про то, что я его испугался. И раз уж личная встреча наша никак не складывается, я решил позвонить действительно отцу Дмитрию, поговорить с ним по телефону. Я там пишу, дайте номер телефона, позвоню, жду. 26 марта это было, сейчас уже 29 марта, как видите, отец Дмитрий так и не ответил на мою просьбу, телефон мне не указал, ни в той ветке, ни через кого-либо никак не ответил, все исчез. Но я все-таки решил как-то это довести до логичного завершения. И хотя сам отец Дмитрий после моего появления в разговоре исчез, и никакого своего контакта не оставил и не передал, ни в той ветке, ни через кого-либо. Я связался с нашим общим знакомым Евгением Духиным, который любезно передал мне телефон отца Дмитрия Прохина. Я стал звонить по нему, вот звонил, звоню который день уже, и представляете, трубку никто не берет. Вот давайте прямо вот при вас наберу, сейчас вот послушаем, вдруг сейчас возьмет. Не извините, что так долго, но вот как бы... Ну вот как это все комментировать, а? Вот как бы я это не прокомментировал, ну это будет обидно для отца Дмитрия. А у меня нет желания его как-то обижать, я просто не понимаю, что это такое, это какой-то детский сад, ну там постоянно врать, бегать от встречи, бегать от телефонного разговора, бегать от ответов на поставленные перед тобой вопросы, и при этом заявлять, что это наоборот, тот человек, который тебе задал вопрос, он от тебя убегает. Я не знаю, ну что это, как это? Это один из тех, кого называют вот эти непоминающие исповедниками, чтобы вы знали, как выглядит исповедничество. Вот я честно скажу, не знаю, как это все комментировать, ну вы сами можете сделать выводы. Или даже лучше пусть прокомментирует сам отец Дмитрий. Давайте зачитаем один его комментарий. Он просто, как всегда, сбежал от честного диалога. Просто сбежал. Не буду давать ему характеристику. Насчет бреда, про трусость, мол, по телефону опасно, вы серьезно? Вы вообще кого боитесь? Я, честно говоря, думал, что запишу видео с ним, выложу его для вашего сведения. Но, как видите, ситуация вот такая. Я уже устал от этого поведения отца Дмитрия Прохина. Думаю, это мое последнее видео, посвященное ему. Разве что что-то такое совершенно выдающееся произойдет. Знаете, я бы не хотел, чтобы вы воспринимали это как то, что отец Дмитрий плохой человек. Нет, я не верю, что он плохой человек. Он был раньше офицером, выдающимся офицером. Все бросил, ушел в монастырь, монашество принял. Церковь его удостоила, священного сана. Кого попало, этого не удостаивают. Я уверен, что он хороший человек. Просто это хороший человек, который встал на плохой путь. И то, что этот плохой, ложный, неверный путь с ним сделал, к чему он его привел, мне кажется, данная история, она вполне наглядно показывает. Дай бог отцу Дмитрию свернуть с этого пути и вернуться на путь истинный. И тем, кто ему поверил. Ну, а в случае, если он в разговоре с вами будет опять говорить, что там Максимов боится со мной разговаривать, убежал от разговора со мной, ну, вы дайте ссылочку ему на это видео. Отец Дмитрий, дорогой, переживаю за вас. Если уже сейчас вот путь раскола вас до этого довел, что же дальше-то будет? Спасибо.